В детстве рассказ Максима Яковлева. На виражах, добиваясь того, чтобы она сама оставила меня и не просилась со мной к ребятам. И надо было видеть, как этот неуклюжий маленький человечек, перевязанный шарфом в шубке, терпеливо страдая, вставал после каждого падения и усаживался обреченно в санки и опять вставал, не смея заплакать. Сейчас я возвращаюсь в детство и уже не убегаю, добившись таки ее горького плача и отказа идти со мной. Нет, я бегу к ней, к своей сестренке и целую ее и отряхаю ее от снега. И не нужны мне никакие ребята, никакие дела. Я прижимаюсь к ее морозной щечке и шепчу. Прости, прости меня, Юлька, не плачь. Я никуда не уйду. Я не брошу тебя. Рассказы из цикла «Фрески». Сережа и Аннушка остались дома одни. И брат сказал сестре, пойдем поищем, не осталось ли в доме чего-нибудь вкусного и полакомимся. «Если б ты меня повел в такое место, где нас никто не увидит, то, пожалуй, я пошла бы с тобой», — отвечала Аннушка. «Пойдем в кладовую. Там мы найдем что-нибудь хорошенькое. Никто нас не увидит». «Нет, Сережа, там может увидеть нас сосед. Он колет на дворе дрова». «Ну так, пойдем в кухню», — уговаривал Сережа сестру. «Там стоит целый горшок меду, и мы намажем себе по большому ломтию хлеба. А в кухне увидит нас соседка. Она, верно, теперь сидит у окна, придет». «Ах, какая же ты трусиха, Анюта», — сказал маленький лакомко. «Пойдем, если так, в погреб кушать яблоки. Там уж, наверное, никто нас не увидит». «Ах, милый Сережа, неужели ты думаешь, что в погребе уже никто нас не увидит?» «Разве ты не думаешь о том, кто видит через стены, и от которого и в темноте нельзя скрыться?» Сережа испугался. «Правда твоя, сестрица», — сказал он. «Бог видит нас и там, где человеческий глаз ничего не видит. А потому ни наедине, ни в темноте не должны мы делать ничего такого, чего не смогли бы сделать при других и при свете». В больнице лежала больная девочка. Она очень тяжело болела. Единственное, что могло спасти ее жизнь, — это переливание крови от ее маленького брата. Объяснив процедуру переливания крови, врач спросил мальчика, согласен ли он дать свою кровь сестре. Малыш сначала побледнел, посмотрел на мать в нерешительности, но тут же утвердительно кивнул головой и сказал, «Да, я согласен, если это спасет Лизу». Во время переливания крови он лежал на койке, поставленной рядом с кроватью Лизы. По временам он поворачивал к ней лицо и улыбался. Потом выражение его изменилось. Он взглянул на стоящего рядом доктора и спросил, «Когда я начну умирать?» «Умирать?» — удивился врач. «Ты не умрешь. Мы только дадим Лизе немножко твоей крови». Малыш с облегчением вздохнул и широко улыбнулся. Бедный мальчик думал, что всю его кровь перельют Лизе, и он дал на это свое согласие. Он жертвовал свою жизнью, чтобы спасти жизнь сестры. Для тех, которые не знают, что мальчику не угрожала никакая опасность, его подвиг может показаться незначительным. Но сам-то он не знал этого. Для него это была смерть. Он сознательно отдавал себя на смерть ради Лизы. Кто из нас, взрослых, к тому же верующих, отдал бы свою жизнь ради спасения другого? Немногие. Мы говорим, Христос это сделал. Но ведь мы не Христос. Мы только слабые и смертные. А вот ребенок это сделал. Нам есть чему поучиться у детей. Будьте как дети, говорил Иисус. Кончились уроки. Все бегут поиграть. А Митя домой. Придет и сейчас к своей маленькой сестренке. Вымыть ей ручки, причешет ее, усадит, занимает, гуляет с ней. Встанет поутру, сейчас к ней поднимет, умоет, оденет, расскажет ей что-нибудь. Накормит и бежит в школу. Кончит заниматься, приготовит уроки и опять к ней. Он ей и уложит, он и убаюкает. Все свободное время она с ним. Соседи даже удивляются. Что за мальчик? Точно нянька. Все с сестрой да с сестрой. Раз приходит он из школы, она упала. Запачкалась, расплакалась. Он утешил ее, умыл, развеселил, успокоил. Девочка часто капризничает, упрямится нарочно. Старается рассердить брата. А он все с ней всегда ласков, всегда добр. Одежда у него простая и бедная, зато сердце золотое. Все его любят и ценят. Митя, да, что же ты не пойдешь поиграть с товарищами? Разве тебе не скучно постоянно возиться с этой девочкой? Говорят ему. Митя радостно улыбнулся и нежно поцеловал ребенка. Да ведь это моя маленькая сестренка, сказал он. Прижимая ее к себе и крепко целуя. Молись, Володенька, молись, говорила вечерами старушка няня. Молись хорошенько, а то Боженька рассердится. Я повторяла знакомые слова молитвы, а глаза слепались и хотелось поскорее очутиться в мягкой постельке. Ах, нехорошо быть нерадивым к молитве, сокрушилась старушка. Надо молиться всем сердцем, всею душою. А я неудомо, недоумевал. Как же иначе молиться? Я все молитвы читаю подряд. Но вот однажды мне пришлось молиться так, как говорила няня. Случилось это весной, в середине мая. Помню, взрослые куда-то уехали. И во всем большом деревенском доме остались только я и сестренка Оля. Няня, мы пойдем в парк за ландышами. Начал я просить ее. Няня согласилась не сразу, но в конце концов уступила моим просьбам. Махнув рукой, ладно уж, вступайте. Только ради Христа. Не уходите далеко от дома. В парке мы набрали букет чудеснейших ландышей. А затем по какому-то молчаливому взаимному соглашению выбрались за ограду и направились к озеру. Озеро всегда манило нас своим величавым простором, таинственной жутью, пестренькими камешками и раковинками. Мы, наверное, ограничились бы нашу прогулку, как и обычно это случалось с сбором камешек и раковинок. Но на этот раз внимание наше привлекла лодка. Только что, по-видимому, спущенная на воду и прикрепленная цепью без замка. «Это Павлика лодка», — молвила Оля. «Да, счастливец он, может сколько угодно кататься. И мы, когда вырастем, хорошо бы теперь», — Оля взглянула на меня. «А если прокатиться немножечко?» Искушение было велико. Прилив необыкновенной решимости охватил меня. Едем. Ах, какое раздолье! Никогда катание на озере не казалось мне таким приятным, как теперь. Я работал веслом, отплывая все дальше и дальше от берега. «Смотри, уже солнышко колонится к закату. Пора и назад», — сказала Оля. «Успеем», — легкомысленно отозвался я. Мы добрались почти до середины озера, и тут только почувствовал я усталость. Надо и в самом деле ехать назад. Но лодка слушалась меня теперь почему-то плохо, и не только не продвигалась к берегу, а наоборот уходила дальше от него. Солнце между тем уже спряталось в фиолетовой дымке облаков, становилось жутко. Оля присмирела, и в ее больших глазах сверкнули слезы. «Домой хочу». Утешения мои помогали мало. Оля плакала. А я, выбиваясь из сил, работал веслом. Кажется, совершенно тщетно. Звездный купол неба опрокинулся над озером. Выплыла красным диском луна. Оля, наплакавшись, припала к скамейке и заснула. А я, охваченный раскаянием и тоской, упал на колени и молился. «Господи милосердный, помилуй нас! Добрый Господи, помилуй!» И это была самая искренняя, самая горячая моя молитва. Через полчаса отец с садовником Егором и кучером Кузьмой на большой морской лодке подъехали к нам. И еще через полчаса мы были уже дома.